Друзья, привет! Сегодня сделаем очень полезное приспособление старого домкрата для сварочных работ. Приятного вам просмотра! На металлоприемке своего города нашел вот такой экземпляр. Он полностью в рабочем состоянии и от него нам понадобится только винт с гайкой. Резьба здесь рассчитана на большие нагрузки и это нам на руку. Для начала извлекем все необходимые детали. Здесь ничего сложного, ведь ломать не строить. Три минуты делов и все разобрано. Перейдем к изготовлению основания. Для этого взял листовой металл толщиной 8 мм. От него нужно будет отрезать квадрат со сторонами 200 мм. Металл у меня, как всегда, не первой свежести, поэтому обновим его коралловым диском. Очень мне нравится, как он работает и его можно найти в магазине для автомаляров. Далее срежем один угол. Сначала отмерил 80 мм, но потом добавил еще по 10 мм на сторону. Мне кажется, так будет лучше. Работаю, как вы многие знаете, без чертежей. Поэтому конструкция на протяжении видео может изменяться. Борта основания будем делать так же, из листа 8 мм. Всего их будет 2, а размеры 150 на 40 мм. Отрезаем с небольшим припуском, а затем в паре обрабатываем на фрезерном. Так получится точнее. Эти заготовки будем приваривать к основанию. Отступим немного от края, чтобы в дальнейшем приварить ребра жесткости. Теперь самая ответственная работа. Ведь стенки основания должны быть перпендикулярны в двух плоскостях. Прихватываем, проверяем и обвариваем вместе с ребрами жесткости. Ну а теперь зачищаем сварочные швы. Вот так у меня получилось. Внутренние швы портят весь вид, но что поделать. Продолжаем. Как многие из вас уже наверное поняли, мы делаем сварочную струбцину. И чтобы расширить ее возможности, придется сделать пропил под 90 градусов. В этом месте гриндером особо не подлезть, и обрабатывать будем классическим способом. При помощи напильника. Настала очередь токарки. Немного приведем в порядок гайку и сделаем пару проточек, при помощи которых она будет крепиться в основании. Кстати, металл тут сыроват, и это чувствуется при обработке. Вот такая гайка получилась. Следующим этапом изготовим подвижную часть прижима. По форме она очень похожа на гайку, но некоторые отличия все же будут. В торце сделаем отверстие и нарежем резьбу М6 для крепления винта. Но посередине сделаем несквозное отверстие чуть больше диаметра этого винта. Перейдем к самому зажиму. За кадром сделал вот такие косынки, и в них будет устанавливаться эта деталь. Делаем разметку точно посередине и к станку. Для начала китайской коронкой из быстрореза сделаем отверстие 16 мм. Теперь при помощи расточной головки расточим в нужный диаметр. Отлично! Можно устанавливать все на свои места. И сваривать. В итоге после обработки вот такая красота получилась. Прижим подходит идеально. По железу осталось закрепить гайку в основании. Для этого сделаем специальное крепление. Его решил сделать разборным для дальнейшего обслуживания. Эта пара заготовок будет крепиться к основанию при помощи винтов М5. В основании же сверлим отверстия и зенкуем их. Из этого обрезка сделаем верхнюю часть крепления гайки. Как говорится, отходы в доходы. Снимаем фаски и вперед. После обработки получаем вот такую красоту. Далее нужно растащить сквозное отверстие для установки гайки. Это сделаем на фрезерном. Сверлим отверстие 13 мм и растачиваем. Прекрасно! Можно подсобрать все в кучу. Вот так будет выглядеть наша струбцина. Благодаря подвижной гайке и прижиму зажимать можно трубы разного сечения. Но об этом позже, а пока подготовим рукоять. Это заводская ручка для напильника, купленная в магазине. Ее просто рассверлим в диаметр 10 мм. Защитим ее малярным скотчем, чтобы не испачкать, и вклеим резьбу. На ней сделал вот такие насечки для лучшей адгезии. Пока эпоксидная смола застывает, покрасим наше устройство. Защищаем при помощи того же скотча все места, которые не будут подвергаться окраске. Между делом смола схватилась и можно так сказать увековечить создателя. Для этого на гриндере немного сточим одну сторону. В видео про оптический керн мне многие советовали обратиться к Юрию для заказа клише. Ну и встречайте. Очень профессиональная работа. Я заказал у него сразу три варианта. А в качестве бонуса Юрий прислал мне новые продукты своей мастерской. Это позиционеры для установки фрес углового сращивания. Вещи очень интересные и я обязательно покажу своему другу, который занимается деревообработкой. Видео как пользоваться этими позиционерами, а также ссылку на группу для заказа клише и позиционеров найдете в описании под этим видео. Моим же инструментом пользоваться очень просто. Достаточно его нагреть до нужной температуры и прижечь им дерево, кожу или сделать тиснение, как в видео про оптический керн. Теперь все готово к сборке. Сегодня она много времени не займет. Просто вкручиваем винт. Положим шарик в подвижную часть и зафиксируем. Вот такая красота в итоге у нас получилась. Сделал я ее, как говорил, универсальной. Сваривать трубы под прямой угол можно не только с одинаковым размером, но и с разными. Этот инструмент, думаю, вы еще не раз увидите в моих видео. А на сегодня у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. С вами был, как всегда, я Михаил и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.